Апрель 1763 года. Шехтмейстер Иван Иванович Ползунов представил начальнику Колывана Воскресенских заводов проекты описания машины, огнедействующие, иначе говоря, парового двигателя. Собственно, он не был ее изобретателем, как порой считают. До Ползунова паровые машины строили и даже использовали, но с одним цилиндром. У нашей же их было целых два. Ползуновская ноу-хау позволяла увеличить мощность, производительность механизма. Это была первая в истории промышленная паровая машина. Лишь через три года она была запущена, но автор не дожил до этого момента. Вскоре машину разобрали, а имя Ползунова забыли на долгие годы. Через 21 год англичанин Джеймс Уатт построил аналогичный механизм, перехватив славу отца паровой машины. Апрель 1938 года. На углу улицы Анатолия и проспекта Ленина началось строительство четырехэтажной гостиницы «Алтай» по проекту Казаринова и Баранского. Это была первая полноценная гостиница, построенная в городе после революции. Больше двухсот номеров, невиданная по тем временам роскошь интерьеров, а еще ресторан, в котором играла настоящая живая музыка. В школах Барнаула открылись группы продленного дня. Это происходило массово по всему Советскому Союзу, и Барнаул, конечно, не отставал. Суть продленки – дети оставались после урока в школе и находились под присмотром педагогов. Дело в том, что в конце 50-х соцработники забили тревогу из-за того, что большую часть времени школьники были предоставлены сами себе, пошла в рост детская преступность. Было решено занимать их досуг. Дети, как правило, продленку недолюбливали, их работающие родители боготворили. Как система продленка сошла на нет с развалом Союза, но во многих школах России сохраняется до сих пор.